всем привет покажу наконец модернизацию озонаторов двух типов вот тот который стандарт такой я выбрал ну и вот то что от валентина андандорфа команды с январем месяца все собираюсь это сделать снова вот нашел время значит показываю как модернизация сама и технология для начала покажем этот вариант все эти заготовки я сам разрабатывал на них файлы есть конечно скину вместе с исходниками чтобы сами могли что-то делать значит вот вариант для начала берем такой корпус тут сверлим отверстие тут сверлим отверстие и вот я разработал вот именно такой вариант чтобы его можно было вот он прямо сюда вставляется видите плотно и все и больше никуда только здесь фиксируется я сейчас покажу как и вот готовая конструкцию сверху вот это этим зажимаем и и вот сделал такие нагубники вот они снимаются ставится и вот можно вот так вот поставить и соответственно дышать так значительно удобнее и как раз вот на нос хорошо и если вот надо зубы язык горло так удобнее тоже вот если это здесь фиксируем здесь аккумулятор умножитель генератор и вот кнопка выключатель это если по заготовки теперь как по отверстиям что я наш мир сделал для себя вот сделал такую матрицу взял стальной кусок 1 на 4 миллиметра здесь разметил и вот сделал так что она вставляется вот сюда здесь два с половиной миллиметра отверстие сделал и просто если у вас есть станочек раз 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 прошлись прошлись по отверстиям и вот так одно вторую третью и так далее все прямо автоматизированная линия дальше потом эти отверстия можно или четыре или четыре с половиной ну 5 это уже максимум уже слишком близко будет 5 миллиметров диаметр сверлить все сделать аккуратно то с одной стороны ну с другой стороны тут проще одно отверстие главное правильно попасть и вот такая заготовка состоит из двух частей значит как перекладину нужно вы поняли для того чтобы зафиксироваться в самом корпусе чтобы она не дергалась здесь я предусмотрел для светодиода отверстие и вот такие пазы тоже с отверстиями чтобы было наглядно сразу показываю как тут например вот эти пазы ну конечно светодиод вставляется вот так то есть или когда еще не приклеили или можно после того как приклеили вот сюда вставляем здесь торчат две ножки и потом совмещаем с отверстием защелкиваем и заклеиваем значит это отверстие для кольца прямоугольная и вот сюда отверстие вставляется провод высоковольтный то есть в этом случае вот этот провод не обязательно одевать на него какой-то защитный кембрик этого вполне достаточно вот сюда вставляем и сюда вот когда вставляем эти кольца изнутри и потом вот разводим кончики сюда прямо и запаиваем значит само кольцо примерно делается если по внешнему диаметру чуть короче на миллиметров пять вот если это кольцо разрезать то где-то вот миллиметров пять еще должно остаться пустого этого достаточно вот примерно вот так вот делаем такую омегу вставляем эти ушки изнутри вот сюда в отверстие немножко сложновато но это вставить можно сюда их разводим например фиксируем вот таким вот примером вот это кольцо уже прикладываем так прилаживаем чтобы вот здесь бордюрчик 0 2 миллиметра изнутри вот к нему прикладываем и чем-то заклеиваем например суперклеем специальным сюда запаиваем светодиод понятно берем ну я то беру дроссель вы можете и запитать обычным способом дальше берем например ну к примеру тоже можете что угодно я там что только не вставлял вот например иголка там где-то около миллиметра 1 до 1 и 2 миллиметра вот как видите вот она иголочка туда если иголка потоньше значит насквозь пойдет где-то 15 миллиметров 14-15 миллиметров берем откусываем острый конец на 15 миллиметров примерно припаиваем провод если есть чем паять и как и вот сюда опять же вставляем ну если припаяли то уже с этой стороны вставляем если еще не припаяли значит с этой стороны вставляем тут тоже можно провод потолще брать потому что вот это вот 007 у него внешний диаметр 06 а это 08 диаметр и вот как здесь все сделано видно что отверстие сквозное тут у меня лучше видно вот видите иголка вставляем можем термоклеем капнуть или еще чем-то зафиксировать вот именно 14-15 миллиметров примерно рассчитано чтобы как раз вот кольцо ну более-менее там вместе с кольцом и вот кончик иголки как надо там где-то миллиметров 5 оставалось соответственно проклеиваем когда это будет готова вот тут у меня еще не приклеена но вот она вот так фиксируется теперь дальше как наматываем провод если вариант такой что вот 4 по 6 квадрофиляр так называемый по дондорфовски значит вот я так сделал здесь отверстие опять же показываю вот отверстие вот оно сюда проходит то есть сюда продеваем два провода с этих четырех то есть вот берем длину провода метров шесть пять с половиной шесть шесть половиной в этих пределах вот два провода сюда протаскиваем два провода идут вот так и вот они четыре провода и мотаем наматываем у нас получается здесь четыре выходят значит прозваниваем смотрим чтобы вот эти два провода которые здесь находятся в отверстие прозванивались вот те которые прозвонились вот мы их уже в это вставляем отверстие это будет вот начальное это будет конечное потом два провода мы чтобы они между собой не звонили один пойдет на умножитель второй вторая пара пойдет на генератор а вот эта пара которая останется и вот эта внутренняя пара лишние обрезаем запаиваем последовательно ну и одеваем например кембрик какой-нибудь вот это вот у нас такая будет заготовка здесь светодиод вероятно с дросселем иголка кольцо и вот готовая система после которой мы можем спокойно вот так вставлять и она вот все строго совпадет с отверстиями и тут тоже сверху сверху потом закрываем вот этим зажимается она очень туго идет поэтому как раз можно зажать даже можно не заклеивать если заклеивать то конечно только на верхнюю крышку ни в коем случае не сюда потому что потом будет невозможно вытащить дальше показываем теперь вот тут уже почти готово вот уже зафиксировано вот я термоклеем заливаю вот три точки раз-два-три этого достаточно можно еще здесь но этого достаточно чтобы вот она уже тут жестко сидела и никуда не выскакивала вот видно вот тут провода два провода протянуты там два провода протянуты вот здесь вот через кембрик спаяна светодиод с дросселем выключатель умножитель генератор аккумулятор все и вот это фиксируем тут еще не зафиксировано вот так фиксируется все опять же закрываем защелкиваем и все вот готовый вариант значит вот этот можно сказать нагубник или удлинитель он чем удобен что вот как раз нос на ноздри очень удобно как раз получается что здесь вот рот уже вниз идет фактически вы как раз вот под нос дуете так как надо а не то что вот прямо на губу вот так стоит и фактически что распыляется не туда куда надо здесь идет строго в две ноздри ну и когда надо там зубы язык горло то тоже так легче в рот вставлять нежели вот в таком виде это я все тоже заготовки вот которые есть это все файлы я дам на них ну вот еще тот вариант который с таким другим корпусом единственное что здесь вот без этого фиксирующего ну а так тоже помещается вполне значит этот вариант вот как было в прошлый раз кнопка вот здесь вместо выключателя и вариант вот умножитель вот например такой аккумулятор на 1,5 ампер часа соответственно генератор и зарядка зарядка на одной микросхеме контроллер очень качественные кпд очень высокая и usb c он очень хорошо сюда вставляется ну по крайней мере в этот корпус это как вы там будете у себя делать корпуса не знаю ну вот здесь он вставляется и вот я его например приклеиваю вот к этому с обратной стороны и потом вот так вот вставляется и все и он держится нормально вот к примеру такой вариант по всем этим модулем да чем хороший этот модуль как я уже сказал всего на одной микросхеме там контроллер очень мощный он чем такие вот значит какие у него показатели во первых у него 4-х разрядная градация индикации все четко показывает он очень мощно работает он дает полтора 1,7 ампер часа где-то на зарядку поэтому аккумуляторы надо конечно помощнее брать такие такие которые меньше ампер часа например аккумулятор быстро выйдет из строя с такой зарядкой и у него вот есть здесь перемычка который на 4,2 или 4,35 например напряжение заряда максимальное то есть на старые аккумуляторы 4,2 а вот на эти плоские вот там же 4,35 верхний порог заряда 4,4 вольта а на старых аккумуляторах 4,2 вольта вот и здесь эта перемычка ставится можно поставить значит будет соответственно и вот выход 5 вольт вот этот весь модуль стоит 0,8 0,9 доллара КПД я говорю высокий практически не греется при заряде не греется при разряде не греется так с этими заготовками понятно теперь технология изготовления умножителей это довольно таки узкое место и очень такое нудное для пайки когда их много особенно надо паять вот у меня тут вручную варианты так вот вариант у меня еще 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 до того как я начал паять по-другому вот видите вручную пайка все криво косо и очень нудно а вот это уже пайка практически не отличишь от заводской как это делается показываю значит берем где-то 0,2 0,25 вот это вот у меня жестянка 0,25 немножко толстоватая вот было бы самый раз 0,2 вот он 0,25 значит значит берем такую жестянку примерно смотрим по размеру и вот где точки площадки вот такой делаем трафарет то есть вот я вот разметил видно тут разметка была потом вот эти вот отверстия и закаленным специальным сверлом единичкой на станочке просверлил это все аккуратно потом сделал отверстие побольше 1,2 миллиметра нет наверное 1,4 уж немножко многовато оказалось и можно брать тоньше 0,2 вот вот сейчас у меня правда нету чистых плат ну вот если чистая плата значит ее ставим сюда и вот видим вот здесь эти прямо площадки будут видны через отверстие берем шпатель берем вот такую пасту ну это вот на 183 градуса тоже все у китайцев конечно или вот такую 138 взял правда еще не пользовался вот эту пасту берем и ее зафуговываем затираем в эти отверстия чтобы каждое отверстие обязательно было заполнено когда заполнили аккуратно снимаем и у нас тут будут площадочки такие с этой пастой кругленькие вот потом берем диоды конденсаторы прямо на эти площадочки ставим оно очень хорошо ставится практически как пластилин прилипает это вот то есть не прыгает не бегает когда соседние там чуть-чуть дотрагивается как вот это геморрой на что когда просто вот ставишь их так вот то все прыгает все скачет все убегает здесь нет на площадочке аккуратно поставили и берем вот такой нагревательный элемент он стандартный опять же у китайцев тоже для вот подобных вещей он где-то нагревается на 200 градусов самое то вот сюда 220 подключается стандартная нагревательная площадка можете даже утюгом там или еще какую-то там электроплитку взять ну чтобы было 200 градусов конечно ставим на что-нибудь огнеупорное эту готовую сборку кладем сюда 2-3 минуты и оно все четко 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 попаяется настолько качественно настолько чисто что только удивляясь потом даже мыть ее не надо ну иногда может вот там подправить чуть-чуть потому что она бывает когда нагревает если немного больше пасты чем надо оно может поплыть все выравнивается 2 минуты 3 снимаем кладем и опять следующую вот так конверт можно организовывать все получается довольно быстро качественно и удобно после этого значит варианты разные могут быть что делать чем покрывать я покрывал следой но есть недостаток у следы она хоть тонкая но жесткая и когда вот ее приклеиваешь двухсторонним скотчем она делает воздушный зазор между вот этими вот площадками получается некоторый воздушный зазор и если напряжение достаточно высокое оно начинает вот здесь вот пробивать внутри вот пришлось мне от следы отказаться потому что ну заставить ее чтобы она совсем плотно прилегала она не хочет как ее там двухсторонним скотчем не приклеивая она все равно дает зазор вот поэтому я выбрал такой вариант пока ну можно по-другому есть еще ну другие варианты ну вот берется вот этот вот китайский скотч скотч который упаковывают прозрачный он очень тонкий и очень липкий вот можно даже один слой но я кладу два слоя потому что когда вот эту ленту наклеиваешь а потом паяешь то если чуть-чуть дольше продержать то оно так как скотч этот все-таки он не термостойкий он пробивается и потом может опять же пробивать прямо вот на эту ленту чтобы это не было вот два слоя ну или тогда медную эту ленту длиннее сделать чтобы припаиваться здесь ну это уже варианты в итоге ну вот собственно и все я вам объяснил как что можно сделать если вы ставите это на поток или там делаете сразу несколько штук то вот можно автоматизировать немножко производства значит как я вам сказал вот эти все на эти все заготовки я файлы выложу все что у меня есть значит по поводу вот такого умножителя у меня есть свой вариант правда я его так и не сделал точнее не отдал чтобы мне его сделали но файлы есть я тоже могу и скинуть значит там уже приспособлена так что вот эти два модуля то есть здесь немножко топология измена измена более так сделана чтобы вот лишний раз не пробивала то есть расширенные зазоры здесь и здесь вот немножко плата уменьшена так и так ну есть топология немножко измененная а с этой стороны я сделал так что вот генератор и зарядный модуль они прямо припаивались вот сюда на эту сторону то есть там разведены специальные площадки даже вот под это кольцо чтоб только провода вот так вот перекидывать и здесь выходы соответствующие сразу на выключатель сразу там на тор вот и прямо оно припаивается к этим площадкам и все и так же фиксируется то есть готовый вот такой вот модуль получается вот ну а пока все значит следующий выпуск дополнительный я вам немножко расскажу еще интересные вещи про реальное лечение ну и там может кое-что дополню ну вот так все до свидания